На городской станции скорой помощи продолжает развиваться конфликт из-за удержания части премии персоналу, который трудился в день города. Напомним, что главврач скорой накануне праздника пообещала выплатить всем сотрудникам по 1000 рублей. Однако младший медперсонал работники стерилизационного отделения и заправочного пункта прибавку не увидели. После вмешательства профсоюза руководство обещало все исправить. Платы были осуществлены, но в размере порядка 10% от предполагаемой суммы. Коллектив осудил это, и мы и в устном виде зачитали, и в письменном виде передали наши требования вернуть то, что полагается работникам. Ответ от начальства на свою просьбу сотрудники скорой получили в ходе одной из рабочих встреч. Члены профсоюза предоставили диктофонную запись. Работа стерилизационного отделения, заправочного пункта и санитар в облаке помещения изменений в этом не внесла. Количество вызовов у нас было небольшое по обращению. Это было не 500 и не 600, а как колесо, оно было 400. Поэтому не у стерилизационного отделения, не у санитар, которые дежурили, работа не изменилась. Поэтому и было принято такое мое решение, что они получили не по 1000 рублей, а меньшую сумму. Главврач указала факт незначительной нагрузки, хотя вызовов было 440. Как уверяют сотрудники скорой, санитарки в течение суток только и делали, что отмывали машины от биологических жидкостей больных. Норма за сутки чуть больше 300 вызовов. Порядка 318-320. Я точно данные не могу сказать, но вот такая цифра. То есть в полтора раза примерно это больше получается. То есть на 150-130. Так это рассчитано на полную комплектацию штата. То есть на 39 бригад, как у нас скомплектовано, и две бригады по перевозке. При полном штате сотрудников. У нас этого ничего нет. Если на этот раз жалобы сотрудников скорой будет оставлено без внимания, руководство профсоюза намерено обратиться в прокуратуру.